всем привет ребята меня зовут виктор и мы продолжаем прохождение ведьмак 3 дикая охота чудесно раз геральт все это узнал значит мы можем дуни вильдер верта найти что ты сделал дуне нам же на дуне найти вендельверта дуня вендельверт так а чё опять с мышкой счет опять так гоняешь у меня али только в этом в менюхе так дуня 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 погнали так вот там что-то у нас это так тут же тут же тоже f5 до работает у нас а чё случилось чё кричим так утопцы 3 да ну я же это я шимба я на простой сложности играю сейчас я вас тут всех порыншу охереть вот те на те да давай загрузим спрыгнул ну получается чё я спрыгнул неудачно что-то там визжал блять я же вас же зачем-то стальное оружие достал серебряный меч против этих упырек алексей и гни скотина опа но кто смелый но не хорошо очень не хорошо да капец как не хорошо на такой ли но такой сложности и это считай что-то что-то ты расслабился вообще прям какой-то доспех подобрал так тут тоже надо трофей забрать не гоже трофею без дела валяться так хочу я теперь хер заберусь да они тут здесь можно забраться и и часто ты разговариваешь со своей собакой это не моя собака а моего брата бастина хотя теперь уже наверное понимаешь понимаешь бастиен бился с черными здесь неподалеку большое сражение было и с тех пор от него никаких вестей говорил я сделай как я отрежь себе палец или два тебя и не заберут а он побоялся вот холера на твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы был я там море трупов и трупоедов слышал я когда-то что они боятся огня так попробовал разогнать их факелом ни хрена скажу я тебе если бы не гусар они бы меня живьем сожрали послушай-ка я так понимаю ты эти мечи не для парада носишь защити меня от гули и помоги найти бастина а я тебе хорошо заплачу хорошо я тебе помогу только после битвы прошло уже несколько дней так что шансы что мы найдем твоего брата живым малый очень малый кто бы сомневался я хочу хоть тело забрать чтоб бастин не гнил под открытым небом вместе с мультом встретимся на пригорке рядом с полем а дальше пойдем вместе ну пошли ну пошли ну пошли и Так, подожди, у меня же там доспех какой-то приветовался, да? Так, по-моему, покручивается. Короче, ты моего, да, а ты тоже поинтереснее. Короче, цвет, конечно, уродский. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Ну, пойдем. Быстрее с этим разберемся. Так, у меня что, меч что ли ломается? Это какой ломается? Серебряный, да? Ё-моё. Не, ну пока еще дюжит. Пока еще дюжит меч. Тела, тела, тела. Куча тел. Конечно, тут можно помародерствовать славно. Но только тут брать-то особо и нечего. Так, мы уже вышли из зоны поиска, да? Это он? Нет. Не похож. Не похож. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Чуешь? Кожа вся съедена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может это из-за огня? Может из-за огня? А может это и не он? Это он? Он его учуял. Кусар учуял Бастина. Вперед! Вперед, так вперед. Бутылка воды пригодится. Так, а куда... Куда собачатина-то ломанулась? Сюда или нет? Ну да. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. А он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан, он тебя взял в плен, этот не львгардец. Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок. Потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел Хромова, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же сдернут. А если его у нас найдут, тогда повесит всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильвгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду. Обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну, да ладно. Будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И дохранят тебя боги. Так, что ты мне там сколько дал-то? 25 опыта получил я. Отлично. А монет-то сколько дал, так и непонятно. Так, что я все? Все, что можно было, выполнил. Да, задание же все я тут. Сирень. Пора белый сад покидать. Так, ты меня куда ведешь-то? Куда ты показываешь? Мне вот сюда надо. Так, а вообще мне надо этот меч починить. Вообще мне нужно починить меч. А ты любишь сверчков? Приветствую. Дай-ка взглянуть. Так, а чё? Так, это ремонтный набор ученика-оружейника. Ну, давай. Давай. Купим. Продать. Вот это продадим. Это продадим. Так, а ты продался наконец-то. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Береги себя. Так, ладно, я пока... Что это у тебя дрожит? Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытаться. Ну, так турак случился у Аккорица. Ну, на кише. Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Куплю сейчас провизии и поедем. Гераль, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. А я чё, против что ли? Конечно, давай. Что случилось со щитом? Сняла. Может, ещё золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нельфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь в сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырём, как собаку. Сказали, в нельфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в поповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Нормально. Оставь. Ну всё. Понеслась. Вы знаете этот медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Доцела. Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдём. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Весемир такой сам говорит, давай не вмешиваться, а сам-то вмешался. Хорошо. Ничего, всё кончилось. Оставь меня, не подходи. Лицо-то у него блоги. Уходите и не возвращайтесь. Да уж. Ну вот и всё, не вмешательство. Пойдём. Сам начал ещё и что-то на Ведьмака бочку катит. Нихера ты деловой вообще. Весемир. Эй, я хотел дроп собрать. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Я получила донесение, что в Белом Саду появился Ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдёшь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Гераль. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Я не ферма. Не пойми меня неправильно. Я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас всё в цвету, так что трупный запах почти не слышал. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в зиме кое-кто тебя ждёт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрес. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильгарда, сеньор Меттины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Викавара, наверняка сочтёт это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдаётся мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помнишь. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом... Что? Горокен! 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 А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! А-а! А-а-а! А-а! А-а-а! 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 А-а! 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 что движением не достает плавности и грации от нордлинга обычно ожидают меньшего прошу за мной погнали от нордлинга обычно ожидают меньшего ну хрен с тобой императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению соответственно его именуя ваше архивеликолепие вижу ваша милость в настроении император может этого настроения не разделить достаточно ваше величество сказанное громко выразительно и с почтением громко выразительно и с почтением им гриме айф аэр херзэр дэйтвин аден инкар айф морвуд эмгир вар эмрейс поклон император арэр аэп то ордэ эвэлэн наман ватгерн в аборт столько месяцев при дворе фольклестер а даже основ эти кетка не освоен у есть поговорки старого пса новым фокусом не научишь полагаю ты вызвал меня не за тем чтобы вспоминать старые добрые времена а значит молчи моя дочь цирилла вернулась и она в опасности за ней гонятся дикая охота вот он начал и приведи ко мне сколько людей в твоем войске двадцать тысяч тридцать почему я ты сам знаешь потому что она тебе верит доверит так скажи зачем тебе искать дело же не в том чтобы наверстать упущенные годы дело в интересах без угарства как всегда обзывался и все равно согласишься хотя бы потому что я тебе заплачу больше чем ты обычно берешь за заказ значительно больше не нужны сведения не мотивация сырье оставляет мало следов поэтому найти ее будет непросто можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии если возникнет необходимость остальное тебе скажет едино аудиенция окончена мере рит проводи его к чародейке милость вы меня не поняли я недостаточно явно подчеркнул что перед императором надлежит склониться спокойно ничего не случилось с вашей милостью ничего это правда а меня ждет кара какая прошу вашу милость держаться в рамках приличий никого не задевать хватит нарушение этикета на один день простите ты знаешь с кем говоришь солдат я и реван висэнэс вае новикрад да мало того что у меня здесь как раз это отыганы энка ланд не сайвилю сэр аэк буклер можно вас прервать чем прерывать лучше присоединяйся к разговору мы говорили о нейтралитете о том как трудно его сохранить я кое-что об этом знаю пояснишь вечно одно и то же я стараюсь держаться в стороне а потом получаю срочное приглашение и предложение от которого нельзя отказаться ну хватит об этом может сменим тему я уже говорил с императором и зачем он тебя вызывал то есть даже ты не знаешь нет но догадываюсь что речь идет об обычном ведьмачьем заказе на бабайку нет не торопится моя милость к чародейке акустика по залу сделала вообще прикольно ты говоришь надо эхо разлетается по-русски не умеете ваша милость как только вы закончите прошу прийти ко мне за своими вещами естественно так самом деле власть на вигра не мешать и не городские советники а церковь вечного огня и преступники иногда одних труб герой в этом дублете ты потрясающе выглядишь жду не дождусь когда смогу его снять в других обстоятельствах я бы расценил это как предложение и может даже воспользовалась бы но нас ждут другие дела теперь ты понимаешь почему я при дворе инга и похоже на то что мы теперь в одной ложке лишь бы на дона не пошла не ошибка но судя по сообщениям наших агентов получается как-то так маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу значит это уже наши агенты ну ну быстро же ты тут освоилась геральт не цепляйся к словам я знаю кто такой ингир он развязал кровавую войну приказал убить моих подруг но у нас нет другого выбора поэтому прошу тебя не будем взвешивать за и против и просто найдем цели ладно ингир говорил что ее преследует дикая охота не было бы тяжело в это поверить если бы не вчерашние как они нас учуяли из-за меня понимаешь я ищу цири уже много месяцев заклинание локализации и романтии геомантии и тому подобное я знала что дикая охота может это почувствовать найти меня но думала что сумею их обмануть что ж не получилось с некоторых пор я чувствовала что они идут за мной по пятам охотятся на меня если бы не ты и солдаты им гиро они бы добились своего не знаю чем закончится следующая такая встреча придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам попросить о помощи лучшего следопыта которого я знаю ты должен ее найти геральт прежде чем это сделает дикая охота так где именно видели цели в двух местах в велени и в новиграде след в велени пожалуй самый интересный начни оттуда в корчме на распутье спроси про купца гендрика хозяин тебя с ним свяжет и все никакого пароля никаких тайных знаков никаких тайных знаков мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки из новиграда у нас есть только не проверенная информация сплетни но там тебе может помочь наше общее знакомое кто же некая трис миривольт у нее говорят уютная квартирка в доме у главного рынка трис наверняка она будет рада меня видеть а ты что собираешься делать я сейчас же отправляюсь на скеллиги там произошел выброс магической энергии который уничтожил пол леса и кажется это как-то связано с цири я буду в каэр трольда присоединяйся ко мне когда что-нибудь узнаешь прежде чем мы расстанемся почему ты не появилась раньше я был тебе не нужен не это я была тебе не нужна вы стресс замечательная ах ты сука прерывновала я потерял память ну косяк да геральт если я еще раз услышу все не так как тебе кажется или теперь я понял как тебя люблю я за себя эх эх накосячил геральт ну вот мы снова разъезжаемся жаль но я понимаю время не ждет это правда может мне сразу телепортировать тебя в белин ну уж нет я поеду верхом только сначала переоденусь дело твое кстати тебе правда идет черный бархат ты думаешь может оборчью себе им доспехи удачи я и тебе послушай если ты вдруг захочешь узнать что случилось в мире пока ты шатался с весь миром по бездорожью поговори с послом в ораторе и геральт я знаю что кругом война все такое но не пытайся стать героем хорошо проверить и следы и приезжай ко мне живым и здоровым ну я буду тебя ждать о о о о да детка еще чем скажешь все уже не хочешь да а ты исчезла гендрик пошел в ораторы я нефер говорила что тебя можно расспросить о текущих делах в мире о войне обо всем разумеется у одного слуги императора не может быть секретов от другого позволь перейдем карте как идет война не считая того что она неизбежно закончится триумфом нильфгарда мы беседуем с глазу на глаз без свидетелей так что давай оставим пропаганду даже под маской иронии наступление шло замечательно до зимы мы разбили те мерзкие войска пух и прах воедир не был такой хаос что никто даже не сопротивлял до первого снега мы вышли на линию остался ослабленный коэдвен и рядание родовида который проигнорировал мольбы всего севера о помощи мы думали что он запросит мира может даже принесет вассальную присягу уверенные в победе ждали когда сойдет снег родовид принесет присягу да мы зря надеялись вместо того чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска родовид прошел через заснеженные пустульские горы и атаковал коэдвен своего союзника родовид застал их врасплох а поскольку коэдвенцы и так упали духом достаточно было нескольких проигранных стычек чтобы они сложили оружие и перешли на сторону рядание так к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один зато могущественный кажется я услышал в твоем голосе восхищение родовид враг но я не могу отказать ему в хитрости он провел нас как детей и не слишком сообразительных вернемся к войне по весне дело дошло до великой битвы на пастбище Хвелина великой но не решающей потери с обеих сторон были огромны пожалуй беспрецедентно родовид отступил за понтер пока что он там в безопасности до тех пор пока с юга не придут подкрепления тогда император эмгр варемрейс расправится с ним окончательно а почему вы просто не пошли домой сберегли бы всем силы и множество людских жизней боюсь ставка слишком высока чтобы бросить карты теперь можно играть только ва-банк как сейчас в Велине плохо как всегда а может даже хуже в этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами а теперь он захлебнулся в крови войска прошли через него несколько раз вытоптали поля ограбили амбары сожгли деревни начался голод понятно и как у вас получается управлять этим раем на земле не очень честно говоря наши силы и так растянуты а Велин это сплошные топи и густые леса тяжело контролировать такую территорию многие патрули не возвращаются в гарнизон так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлим он был мелким офицером в темерской армии Филипп Стенгера более известный под своим Ном де Гер кровавый барон не связывайся с ним по хорошему тебе советую какие вести из Новиграда вольный город все еще вольный? да хотя все знают что ненадолго в Оксенфурте сидит Родавид а император здесь в Изиуме слишком близко обоим нужны деньги и мощный флот а Новиград может дать и то и другое поэтому атмосфера в городе несколько нервная то есть как люди справляются со страхом они ищут утешения и козлов отпущения церковь вечного огня прекрасно это понимает поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных кто развязал войну кто на ней зарабатывает известно кто чародеи эльфы краснолюды словом выродки я на должности в Новиграде уже 13 лет сперва как консул потом посол я многое видел жестокость цинизм алчность но даже меня бросает в дрожь от того что сейчас там творится а что нового на скеллиге ничего островитяне же так этим гордятся правда делают все согласно традиции как деды и прадеды а потому как деды и прадеды они грызутся друг с другом крадут иногда нападают на наши транспорты это утомительно но не более того скеллиге всегда был на обочине истории там и останется ты так уверен а если король бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота король бран немощный старец из того что я слышал он даже не помнит имен своих вассалов так что вряд ли что-то получится с объединением ох блять спасибо за помощь не за что пусть великое солнце освещает что-то серия прям это одни разговоры дочитальня базарят да это да базарят базарят да базарят уже блять чем могу служить вашей милости шмотки отдай 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 мои вещи цитрус и гвоздика благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит сверху покорнейше благодарю император император не славится терпением он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее да он кажется что-то об этом говорил я постараюсь это учесть так чё давай газоны вам потопчем там вон с кем-то побазарить можно даже а ты в гвинт это пошел ты нахер не хочу я в гвинт играть не умею и учиться не собираюсь давай уходим я чё я чё быстрый переход и чё так по-по-по-королевский замок общее масштаб тупанул да встреча с я нефер оказалась не самым важным событием во время пребывания геральта в изи геральт узнал что его подопечная цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность по приказу императора и по просьбе я нефер геральт отправился на поиски цири на поиски цирки и на поиски цирки Каменные сердца. Обогнуть за покупку комплекта дополнений. Ты это. Не торопись. Вперед платва. Так, а че вкач? Платва. Платва, мне не нужна ты. Я хочу побегать. Листики пособирать. Я задолбался там полчаса эти. Рассказы слушать. Может тут даже... Так, надо это... Ф-пятница. Так, а здесь есть что-нибудь поблизости? Какая-нибудь это? А, вот это деревенька, да, какая-то? Типа, даже доска объявлений тут есть. Да нет. Вау. Гвоздь железный в притулуху вбей. Еще бы миску молока через ворог. Тогда мороки точно бы не вошли. Мороки. Супер. Пона выдумываете чего? Вам заняться нечем, что ли? Там байки сидите, треплите, травите. Гвоздь забей. А теперь ведьмаки еще скажи, да? Так, все, задание получилось. Забрал. Так, и что, куда надо? Сюда. Сюда. Пап, что у нас тут? Ничего. Ничего стащить нельзя, что ли, здесь? Ну ладно, тогда. Тогда не будем, если нельзя. Так, а там что за стоят? За чудеса. Отвали, не видишь, жрец молится. Чем дело? Квестик. Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело? На сегодня. Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. А ты типа работаешь. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Польешь как следует, ты подожжешь. Ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Чудесно. Так, а чё? Где вы тут? Задание. Так, первый... О, 32 уровень. Не-не-не. Рано. Не-не-Люгарский связной. Отправить, короче, на распутье костры. Заглянуть. Это пока... Допки. Погребальные костры. Это, короче, третий уровень. В принципе, для меня годится. В принципе, для меня годится. Так. Сюда. Потом сюда. Ну, как бы побыстрее. Если я сперва сюда сбегаю, потом сюда, потом сюда. Если я сюда, потом сюда, потом сюда. Потом сюда бежать. Нет, надо вот сперва сюда. Давай начнем отсюда. Отсюда. Хер знает, что за арифметика, да? То есть, ну, вот я решил туда сперва сбегать. Посчитал, что так будет быстрее. Потому что хер его знает, будет так быстрее или нет. Масло. Надо будет масло еще туда поставить. Фу. Теперь освещенное масло. Не боюсь загореться. Ух ты, падла. Субтитры добавил DimaTorzok. Следующая масло. Добавил ДimaTorzok. Спас 87. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. так освещенное масло до теперь и гни и выход сторону отойдем то сейчас как именем и только здесь что есть что-нибудь это стащил сундук какой-то стоит прах особо взять-то нечего вон там еще что должно быть фиал о ее мое застрял блин так теперь смотрим теперь вот сюда или подожди или вот сюда сбегать потом сюда драмы сперва вот сюда сперва вот сюда а 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 да чтоб вас теперь и гнии только давай отойдем маленечко чтоб самим от этого и гни не пострадать так чё где чё тут есть так вот здесь что-то бутылка бутылка бутылочка и здесь мозги надо забрать все пошли еще этих зову тех раздолбим раздолбим и квест будет сделан закат конечно потрясающий солнце аж слепит там кого-то не добили а и уеду я из этого проклята у места дома пара и Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы кули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живу. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Теперь Игния. Че, все? Собачье масло. Так, и что? Ох ты, 500. 500 теперь щемится, да? А куда мне теперь щемиться? Погреба... А, так, в этому жрецу. Так, а что по заданиям? Так, дикое сердце. Поговорить с охотником? Ну это с седьмого уровня я еще... Маленько, слабоват. Маленько, слабоват. Так, допки основные по следам. Отправиться в корчму на распутье. Это вот сюда, да? Ну, давай. Сгоняем туда. Сгоняем туда. Да погоди ты, мне надо собрать сперва эти. Сперва собрать надо. Че я тут наубивал? Ян Вердун. Сейчас же новые набегут. Если набегут, я ими займусь. А сейчас, давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого разверзывал. Ян Вердун. Служил в 10-й Мориборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал деру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизмом. Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Какие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Ну, хорошо. Пусть мне повезет. Так, здесь что? Трава только. Трава. Трава вон там вот. А, тоже трава. Тогда нахер. Чужой вон там. Чужаки, спасайся, кто может. Чего вы бредите? Чего вы разорались-то? Я еще одного человека. Зовется Генриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жанки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Горчмарь! Оки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? Его милость выискаться. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Волу! Ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Ты меня разозлил! В тылу заходи! Вот и все. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище. Вырежит все округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся. Твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Генрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где? За пригорком. Утру залива там полыхала. Может им перцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, Корчмай. Выйди черным ходом. Деревни бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Так, а этих... Так, а черный ход у тебя где? Да я, давай. Давайте-ка мы, наверное... На этом остановимся. Не убивайте, Милстер. Это не я. На этом остановимся. Вот. Продолжим в следующей серии. Ребят, в общем... Подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки. Пишите ваши комментарии. И... Увидимся в следующей серии. Всем пока. Продолжение следует...